Всем здравствуйте, давайте начинать. Это первая лекция в осеннем курсе Технополиса и первая лекция в курсе проектирования высоконагруженных систем. Все нормально? Студенты Технополиса меня знают, студентам ИКНТ нужно представиться. Меня зовут Вадим Цычко, сейчас я работаю в Одноклассниках, до этого работал в Яндексе, до этого работал у Владимира Михайловича из Аксона в политехе, тогда на кафедре АИВТ. В этом семестре мы будем рассматривать проектирование высоконагруженных систем. У нас будет много разных преподавателей, каждый из них эксперт в своей области. Я прочитаю вводную лекцию и буду вести у вас практику. У студентов Технополиса. А у студентов ИКНТ практику будет вести Айхин Марат Халимович. Я думаю, вы его все знаете. Ну, про практическое задание мы поговорим ближе к концу. Значит, что у нас будет сегодня? Во-первых, мы кратко пройдемся по истории веб, потому что высоконагруженные системы — это в первую очередь веб-сервисы. Ну, поговорим, зачем нам вообще этот курс. Какие лекции вас ждут и что будет рассматриваться в каждой из них. Из каких источников вы должны черпать новую информацию. И, наконец, поговорим про курсовой проект. А потом будет сюрприз и демо. Вот. Ну, начнем с истории веба. Рассмотрим деление на этапы за авторством Лиманчелли из книжки «Practice of Cloud System Administration». Она есть в списке, он рекомендован на литературу у нас, и подробно это в приложении B описано. Ну, этот автор, он там работал в Гугле, еще много где работал, и с авторов у этой книжки много, я ее очень рекомендую. Ну, приложение там вообще улетное. Ну, он делит историю веба на следующие этапы. Во-первых, в эра до веба. Скажите, кто родился вот в этот диапазон времени? Так, один человек. Ага. Ну, наконец, развитие и появление веба. Кто родился в этот диапазон времени? Так, почти все. Ага. Эра после того, как разорвался пузырь доткомовский. Кто знает этот термин? Дотком бабл. Так, ага, есть такие люди. А кто родился в этот интервал времени? Так, нет таких. Ну, вдруг. Дальше начинается отсчет следующей эры развития веба. Ну, про каждый этап мы поговорим. И, наконец, автор считает, что с 2010 года началась эпоха облачных вычислений. Ну, что характеризуют вообще эти этапы? Ну, в первый этап веб только появился. И, в принципе, компьютерные системы использовали только внутренние потребители каких-то фирм. То есть там бухгалтеры, инженеры, какой-то обслуживающий персонал. Ну, конечно, когда у тебя только внутренние потребители, можно с ними договориться, что, например, сегодня вечером или каждую неделю в такое-то время мы систему выключаем на техобслуживание. Готовьтесь к этому. Ну, все были к этому готовы, и все было нормально. Ну, и тогда интернет был чисто текстовый. То есть это были доски объявлений, там почта, ARC, ну, такого рода вещи. Там новости все, они вот были в текстовом виде. Ну, в принципе, тогда FIDO существовало. Ну, и на чем все это работало? Были всякие крупные компании типа IBM, ну, и несколько других, которые строили гигантские машины такие. Ну, вы эту машину покупаете, и на ней работает ваш сервис. Ну, и поскольку у вас только внутренние потребители, вы можете рассчитать примерно, как у вас родногрузка будет расти. Ну, вот примерно с какой скорости будет ваша компания увеличиваться. И вы можете купить железку с запасом. Ну, и на ней как бы долго все будет работать. Постепенно вы запас будете использовать. Ну, запас по памяти, там, по скорости и так далее. Ну, если у вас очень высокие требования, там, вы управляете ядерной электростанцией или еще что-то, вы покупаете специальную железку, в которой там задублированы процессоры, память, корректирующие коды, все диски задублированы. Ну, реально, если посмотреть, там, старые каталоги всяких серверов, можно найти бешеные штуки, в которых можно было, там, без выключения, например, вынимать процессор, вставлять другой, апгрейдить, и все работало. Вот, то есть, если нужно, покупайте специальную железку, которая в К раз дороже. Ну, и как я говорил, как бы рост систем предсказуемый, поэтому все просто. Легко посчитать, что вам нужно купить, сколько это будет стоить. Ну, вот таким был веб почти 10 лет. Потом начался так называемый пузырь. Появились компании, которые существуют только в интернете. То есть, разные сервисы, там, месседжинга, знакомств, доставки, там, печати, у которых физически вообще, там, офиса нет, или нет места, куда можно прийти и сделать заказ. Ну, и такие компании, ожидалось, что они работают непрерывно, потому что у них пользователи в интернете, если для пользователей сайт недоступен, то они потеряют деньги. Но одновременно с этим начал развиваться широкополосный интернет, ну, широкополосная связь, то есть скоростью юзеров стали расти, появилась голосовая телефония, то есть стало можно интерактивно общаться через интернет. Появились многопользовательские игры, появился mp3 и обмен музыкой. Даже видео начали раздавать и получать через интернет, вместо того, чтобы покупать его на дисках. Ну, и вы понимаете, что трафик растет, и появились новые виды трафика и новые виды нагрузок. Соответственно, поскольку у нас интернет только компания, которые все время должны работать, то возникла потребность в больших и очень надежных системах. То есть и то, и другое. А поскольку мы не знаем, с какой скоростью наш бизнес будет расти, системы должны быть реально большие. Потому что мы рассчитываем, что все будет расти очень круто. Ну, вот популярная машина была известная, ну, вот это сервак с кучей процессоров, ну, который стоил таких нормальных денег. Но подход тогда был такой, что если у вас есть несколько сайтов, вы покупаете железку, и каждый сайт работает на своей железке. И во многом это было бы условно тем, что лицензии, которые нужно было покупать на операционные системы, там, на базы данных, на какой-то софт, они были привязаны к машинам, либо даже к ядрам этих машин, ну, к процессорам. Ну, поэтому так проще было считать, какой сайт сколько стоит. Ну, и так вы минимизировали количество лицензий. Если у вас рост непредсказуемый, а все стартапы тех времен, они рассчитывали, что мы станем успешными, у нас будет миллиард пользователей. Ну, или 100 миллионов, по меньшей мере. Поэтому все закупали машины как можно больше. И там был интересный эффект, ну, в то время. И почему этот пузырь раздувался? Что чем меньше компания зарабатывала, тем больше в нее верили инвесторы и давали ей тем больше денег, на которые компании покупали еще больше машин. И если вы уходите в минус и тратите очень много, вам дают еще больше денег. И вы покупаете еще больше машин. Ну, понятно, что это не могло продолжаться так. И интересный аспект замеченный заключался в том, что поскольку у вас каждый сайт работает на одной железке, увеличение количества пользователей увеличивает стоимость поддержки каждого пользователя. Потому что если у вас количество пользователей выросло в два раза, и вы хотите купить железку вместо старой в два раза мощнее, обычно она стоит дороже больше, чем в два раза. В четыре, в пять, в десять раз дороже. Поэтому каждый новый пользователь, он вам выходил дороже. Ну, понятно, что это работать не могло. И в конце концов, ну, пузырь лопнул. Куча компаний обанкротилась, инвесторы перестали верить вообще в интернет-проекты. Да, ну, еще один аспект есть. Ну, последствия мы рассмотрим дальше. Ну, и, наконец, еще одна штука. Популярная в те времена. Когда у вас есть такой сервис, доступный через интернет, и пользователи им пользуются, ну, иногда вам нужно же новую версию выкатить, или обновить железо, или поменять диск какой-то. Поэтому в те времена было два решения. Либо вы заранее пользователям пишете плашку, что через три часа там анонсируется даунтайм, поэтому сервис будет недоступен, либо доступен только на чтение. Ну, и пользователи, которые приходят, эту плашку видели, они, ну, понимая, щекивают, понимают, что мы потом придем, совершим свою покупку или еще что-то. Но если даунтайм уже начался, и новые пользователи приходят, они как бы плашку не успели увидеть, а сервисом не отвечает. Ну, они разворачиваются и уходят к конкурентам. Ну, понятно, что это не круто. Поэтому, ну, что делать в такой ситуации? Что делать? Вот у вас есть сайт, который работает на железке, вам нужно его обновить. Да, ну, так и делали. Подход назывался N плюс 1. Вместо одной железки мы ставим две железки. И когда мы обдейтим первую железку, мы всех пересылаем на вторую железку, где работает старая версия сайта. Но в чем минус такого подхода? Да, два раза дороже. Потому что вторая железка простаивает большую часть времени. А даже если вы научитесь распределять нагрузку между двумя железками, то когда вы обдейтите первую железку и выключаете ее, вторая должна быть способна держать всю нагрузку. Поэтому у вас двойной запас мощности, который не используете. Никогда. Ну, целиком. Но бывает еще одна ситуация, что пока вы обдейтите железку, вторая железка ломается. И опять сайт недоступен. Ну, можно давать третью железку. Которая вот, ну, будет еще одной резервной. Ну, подход называется N плюс 2. И вырождается в том, что ваш сайт дороже в три раза. Но деньги льются рекой, поэтому ставите три железки и все круто. Ну, в конце концов, как я говорил, все это лопнуло. Ну, и наступила следующая эра. После дот-бомбы. Как ее охарактеризовать? Ну, веб-сервисы продолжили существовать, только все стали гораздо аккуратнее в том, что они обещают инвесторам. И понятно, что требования остались теми же. Поскольку у вас компания только в интернете существует, она должна быть доступной всегда. И любая недоступность — это потерянный день. Но после дот-ком-бума интересный эффект возник. Остались огромные свободные мощности. Потому что пока пузырь дот-комовки рос, там в мире проложили миллионы километров кобелей оптических, связав все континенты. Все верили, что все это будет расти и приносить кучу денег. Там строили гигантские дата-центры в расчете на то, что вот эти стартапы, они будут там арендовать железо либо ставить туда свои железки. Осталась куча вот тех железок самых мощных, которые уже никому не были нужны, их выбрасывали как бушные на рынок, потому что все компании разорились. Ну, не все, но почти все. И вот эти мощности все, они были практически бесплатны. Потому что вот телеком-провайдеры, они понастроили, там проложили кучу кобелей, только их никто не использует. Ну, понятно, они сбросили цены, чтобы хоть кто-то, ну, хоть как-то получать деньги от кого-то. И вот эти вот мощности вычислительные, пропускная способность, они дали толчок новым компаниям, которые стали появляться. Второй аспект, что стали распространяться персональные компьютеры. Вот они стали реально доступны ближе к этому времени. Рынок захватили x86 процессоры, которые стали в сознании людей реально доступны, потому что они были сильно дешевле того, что было до этого. И на рынке появилось реально огромное количество довольно унифицированного дешевого железа, которое можно было пойти и купить в магазине. Ну, заметим, что раньше были либо мейнфреймы, либо навороченные серваки, либо какие-то тонкие терминалы или клиенты, через которые можно было общаться с вебом. И, наконец, стали развиваться опенсорсные технологии, и они достигли уровня зрелости, при котором смогли конкурировать уже с Enterprise штуками, типа Java и .NET. Ну, кто знает аббревиатуру LAMP? Окей. Так, почти треть, да? То есть это Linux, Apache, MySQL и Perl. Исходно был Perl. А сейчас, наверное, это PHP переведут. Что? Это PHP. Вообще-то был Perl. То есть это можно было брать и использовать. Это было бесплатно, это работало довольно стабильно, исходники были открыты. Если вам что-то было нужно, вы брали там, допиливали сами. Если вы были готовы, выкладывали в опенсорс, и другие люди продолжали работать или использовали ваши наработки. Следующая штука в, по-моему, университете Беркли, если я не ошибаюсь, возникли серьезные научные результаты, которые, ну, вот это направление можно перевести как вычисления ориентированные, ну, восстанавливаемые вычисления. Идея заключалась в том, что если построить систему из большого числа компонент, то ее можно сделать надежнее, чем системы, состоящие из одной коробки. Вот в тот момент это перевернуло сознание, потому что вы можете покупать дешевые железки, и из них строить более надежные системы, которые в совокупности будут дешевле, чем дорогая железка, и надежнее при этом. И, наконец, появились трюки, ну, и всякие техники, связанные с распределёнными вычислениями. То есть алгоритмы шарзинга, репликации и тому подобных вещей. Вы помните, там, в прошлую эру был подход N плюс 1, N плюс 2, который там был, ну, дорогой и не очень приемлемый в новой эре. Но если у вас система построена из кучи компонент, и вы используете вот все эти маленькие железки, то вы можете там каждую железку маленькую апгрейдить независимо, и простаивает только одна маленькая доля. То есть у вас вот эта емкость, которая есть, она почти вся всегда работает. Если какая-то из этих маленьких железок отказывает, откажет только 1%. То есть вы дублируете не как в N плюс 1 всю систему целиком, потому что у вас есть одна единица атомарная, это один ящик. А вы к вашей куче ящиков добавляете пару, ну, к вашей куче маленьких ящиков добавляете ещё несколько маленьких резервных. И тратите на этом небольшую долю общего бюджета. Ну, многие компании, они дошли до того, что, ну, в частности, это начал Facebook, там, Google, Amazon. Они начали сами проектировать железо, на котором хотят работать. То есть они взяли дешёвые серваки, самые популярные, там, это HP и Dell'ы, и поняли, что они их покупают тысячами. Посмотрели, из чего эти серваки состоят. А потом пришли к производителям и сказали, слушайте, а вот это, вот это, вот это нам не нужно. Вы, пожалуйста, с материнских плат вот это всё уберите, мы за это платить не хотим. И вот эти вентиляторы уберите, вот эти шлейфы, да, и корпуса нам тоже не нужны, мы просто можем эти материнские платы втыкать. Ну, и экономия, там, на каждом чипе в доллар, когда вы покупаете, там, тысячи этих серверов, она в итоге выливалась в значимую экономию денег. Ну, кто-то пошёл ещё дальше, они вообще стали сами дизайнить, проектировать печатные платы, материнские платы, там, разводить процессоры на них. Ну, понятно, что процессоры сами не дизайнили. Ну, по крайней мере, публикации открытых про это нет. То есть, ну, так. Ну, на этом можно жить. У нас за счёт распределённых техник мы можем наращивать ёмкость нашей системы вот именно настолько, насколько нам нужно, и делать это плавно, в отличие от предыдущего подхода, когда мы заранее покупали гигантский ящик с кучей дополнительной памяти. Ну, и как-то можно в этом жить. Ну, дальше выделяется следующая эра до 2010 года. То есть, из-за того, что появились вот эти распределённые трюки, которые позволили нам гораздо лучше утилизировать и использовать железки, у старых сервисов, которые лопнули, у них появился второй шанс. Потому что теперь с добавлением... То есть, каждый новый пользователь стоит не дороже старых, потому что мы умеем линейно добавлять новое железо, чтобы обслуживать новых пользователей. То есть, есть куча маленьких железок. У нас пришло... Там за год... Ну, за год аудитория выросла на 10%. Ну, добавим 10% железа. А, возможно, мы даже сэкономим, потому что мы теперь закупаем большие партии железа, и каждая железка нам стоит дешевле. Ну, раньше, до этой эпохи, поиск в интернете выглядел примерно так. Вы делаете запрос, найти что-то в интернете, ну, часа через полтора получаете ответ. Ну, какой-то робот там где-то по каким-то индексам прошел и нашел. Ну, Google, а перед ним Яндекс, это изменило. Потому что появились поисковые сервисы, где вы могли получить ответ там за сотни миллисекунд. Причем этот ответ был по всем страницам, во всем интернете на тот момент времени. Появились на тот момент совершенно уникальные сервисы типа рекламных сетей. То есть, в которых там за клик, или за просмотр какого-то объявления можно было взимать с рекламодателя какие-то копейки. Но если какой-то бложик размещал рекламу у себя, и этот бложик был популярен, то вот эти копейки скапливались в совершенно нормальный доход. И появился там, ну, появился подход там к бизнесу, как вот генерировать качественный контент и зарабатывать на рекламе, которая размещена у вас, наверное, на вашем сайте, либо в вашем блоге. То есть, именно техники распределенных вычислений, они позволили делать такие сервисы, где реально было хранить каждый клик. То есть, вот в этой системе там есть запись про каждый клик, про каждого юзера, про каждый просмотр. До этого, ну, такое делать было невозможно, потому что это было слишком дорого. У вас хранение клика было, могло стоить там доллар, например. А теперь хранение клика может стоить там тысячную долю цента, и вы берете с рекламодателя один цент. Появились, ну, open source шел еще дальше. Ну, и крупные компании стали публиковать статьи о том, как они внутри себя строят системы. Open source это подхватил. Появились реализации там, ну, гугловских идей в виде распределенных файлов систем, MapReduce, там, хранилищ, которые скейлились на огромные, ну, объемы, в петабайты и больше. Ну, и которые, это все open source технологии, компании могли их брать и использовать, и могли строить у себя такие же системы, ну, почти такого же масштаба, как там Google или Яндекс. Наметился тренд на то, чтобы все автоматизировать и стандартизировать. Железо, разъемы, технологии, API. Причем многие компании разрабатывали инструменты для управления стандартным парком железа и open source эти инструменты, чтобы другие компании тоже могли брать это и использовать. Некоторые дошли до того, ну, здесь речь про совсем крупные компании, что дата-центр стали строить, рассматривать как компьютер. То есть, ну, до этого был подход, что кто-то, у кого есть деньги, покупает землю, строит коробку, ставит туда шкафы пустые, а потом сдает вам это место в аренду. Ну, подводит электричество там, и вы туда втыкаете свои железяки. Ну, то есть, это называлось там collocation, даже сейчас такое есть. Ну, и, соответственно, дата-центр выглядело как куча разношерстных железяк от разных компаний с приплекционными кабелями там. Ну, так, очень все хаотично. Где-то, например, не хватало питания, поэтому этот шкаф был полупустой. Где-то серваки, которые стояли, они выжирали весь трафик, поэтому шкаф был полупустой. А каждое место в шкафу, оно стоит денег. Ну, компании, которые закупали железо в объемах дата-центров, они посмотрели на это и решили, а давайте мы сразу будем строить дата-центр, набивать его железом под завязку, унифицированным. У нас будут там резервные железки, чтобы мы могли любую штуку, сломавшуюся, вынуть и заменять на другую. Мы внутри проложим везде сети. Ну, то есть, мы будем рассматривать реально дата-центр как один гигантский компьютер и строить его таким образом. Ну, в этом преуспел особенно Facebook. Яндекс делал то же самое. Ну, наконец, разработчики сервисов, ну, что еще было с экономией? То есть, мы научились масштабироваться, мы научились запускать наши сервисы на реально дешевом железе. Мы еще больше удешевили это железо, потому что мы заставили производителей выкинуть все лишнее, чтобы не платить лишние центы. Ну, что осталось? Ну, это электроэнергия. То есть, современные дата-центры, они потребляют мегаватты. Поэтому, там, крупные компании стали гнаться в том, как оптимизировать это Power Utilization Efficiency. То есть, как утилизировать соотношение энергии, которую потребила железка, к вычислениям, которые она произвела. Ну, как поднять КПД. Ну, и, в принципе, за вот это время пришли от 2,5 до почти к единице. Ну, к 1,1. Это вот последние цифры, опубликованные Google. Ну, и, наконец, стали появляться так называемые freemium-сервисы, в которых, ну, вы можете им пользоваться бесплатно, ну, как LiveJournal, например, если кто-то знает такой сервис. Окей, ну, немного народу нас знает, да. Ну, то есть, можно пользоваться бесплатно или как на Flickr, но вы будете видеть рекламу. Либо вы платите небольшие, там, ежемесячные деньги, тогда рекламы нет, и вы получаете дополнительные плюшки, если они вам нужны. Вот, и, ну, пользуетесь в другом режиме. То есть, в любом случае, даже вот эти пользователи, которым показывалась реклама, если сервис популярен, такой сервис был очень прибыльным для его разработчиков. Да. Вот, вы сказали, 1.8, последние данные 2. Данные за десятый год или сейчас? Да, нет, за десятый год. То есть, ну, понятно, что там к единице никогда не прийти, но, ну, как там получилось 2.5? Просто какой-то инженер посмотрел, внимательно на цепи питания в дата-центрах и подумал, тут происходит какая-то фигня. В наш дата-центр приходит 100-киловольтная линия, потом мы ее конвертим в 310, потом в 220, потом, чтобы достать до шкафов, мы конвертим это в 12 вольт, потом внутри шкафа это доходит до железки, и конвертится в 24 вольта. Ну, и каждый конвертер по пути, он, ну, понятно, что у него КПД не 100%, поэтому он теряет часть мощности. Ну, это раз. Можно все это убрать и поставить несколько конверторов на входе, и дальше гнать уже линии, ну, с нужным напряжением. Следующая штука — это охлаждение. То есть одна там из историй, наделавших шумиху, была, когда Google там запустил первый дата-центр, который не грел воздух за счет энергии выделяемой, а он грел воду, которая отправлялась на обогрев ближайшего города. То есть компьютеры считают жителям тепло. Все нормально. Ну, кстати, у Яндекса тоже это используется. Ну, и на этом, в частности, сэкономили вот примерно дофига. Скажем, в том же Яндексе электропотребление — это основной фактор, который учитывается при закупках нового железа, при проектировании дата-центров, потому что ну, вы железо покупаете, оно дальше работает. Только все время, пока оно включено, оно потребляет электроэнергию. Поэтому, если посмотреть, например, на какие-то спеки там интеллских процессоров новых или AMD-шных, там есть какие-нибудь супермногоядерные с бешеной частотой, выделяющие там 150 ватт, и есть такие же многоядерные, но с гораздо более низкой частотой, выделяющие там 60 ватт. 150 и 60. И вот вторые, на самом деле, гораздо более популярны. Потому что отвести 150 ватт от железки там, ну, 150 я утрирую, там 140, может быть, ну, я точных цифр не помню, но там разница такая в разы. Отвести 150 ватт от железки, в которой стоят два процессора, а в ящике, ну, в этой стойке у вас 80 таких железок, ну, это некоторая проблема. И эта энергия, она как бы в холостую уходит. Еще вопросы, может быть, пока мы не перешли в последнюю часть. Окей. Ну, это что? Да, поднимайте руку, спрашивайте. Ну, и, наконец, настоящее. Ну, какие бежущие факторы были за вот этим качественным переходом? Появились более быстрые коммуникации. То есть гигабит, 10 гигабит, 40, 100 гигабит. Между дата-центрами сейчас кладут терабитные линии, которые объединяют кучу линий. Появились SSD, которые давали кучу рандомных операций для каждого диска и гораздо более высокую пропускную способность. Появились технологии виртуализации, которые позволяли вам еще плотнее кучу сайтов упаковывать на одну железку, не изолировать их. появились совсем чумовые штуки, типа программно управляемых сетей, когда у вас есть какие-то агенты, которые знают всю топологию сети, и они могут более эффективно прокладывать через нее маршруты для каждой пары обменивающихся узлов. И таким образом можно еще больше выжать из сети. То есть обойти там узкие места или перегрузки или поломки в этой сети. То есть появилась возможность создавать новые сервисы, которые обмениваются еще большим трафиком, делают это еще быстрее. Стали развиваться мобильные вычисления. То есть почти у всех есть смартфоны, на этих смартфонах стоят довольно навороченные приложения, и во многих областях жизни эти приложения в принципе критичны. То есть в продвинутых больницах, например, там реально персонал, он ходит с мобильными приложениями. Если с ними что-то будет не так, то работа больницы встанет и кто-нибудь умрет. Поэтому доступность таких сервисов она стала еще более высокой требованием к доступности. Ну и кроме того, все это должно было работать быстро, потому что это ваш тул, который вы используете в повседневной жизни. Кто-то занимается спортом, кто-то медициной, кто-то какими-то научными исследованиями. Если вы опоздаете, у вас все сломается, либо там реакция уже закончится. Наконец возникло понимание, что если вы строите какие-то вычислительные мощности, строить большую штуку дешевле, ну в расчете на одну единицу. И компании типа Amazon, ну они были пионерами в этой области, вдруг поняли, вот нам нужно построить дата-центр, в котором у нас будет 100 тысяч серверов, каждый из которых будет стоить условно тысячу долларов. То есть такой дата-центр стоил 100 миллионов долларов. Вот если мы построим дата-центр в два раза больше, в котором 200 тысяч серверов, то каждый сервер будет стоить 900 долларов, потому что мы закажем большую партию производителя. И вот если мы в этом большем дата-центре свою половинку используем под наши задачи, она как бы будет дешевле. Но что делать с оставшимися штуками? То есть у нас половина емкости дата-центра не используется. Ну давайте сдавать ее в аренду. То есть те, кто будет арендовать эти мощности, им такой низкой цены в принципе не достичь, потому что у них закупки не такие большие. А деньги, которые мы получим с аренды этих серверов, они нам еще удешевляют строительство этого дата-центра. Понимаете логику? И опять же это дало новый толчок, потому что для маленьких компаний, которые только входят на рынок и которым нужны мощности, у них нет денег на то, чтобы самим собирать железки, куда-то их ставить, нанимать персонал, который будет обслуживать, апгрейдить. Для них порог входа резко упал. То есть вы можете пойти на Амазон и любой арендовать виртуалку и на ней что-то запустить. Это реально стало доступно всем. Это может в месяц стоить 100 долларов. Если вы верите в ваш проект, вам не нужно покупать реальный сервак за несколько тысяч долларов, потому что вы не можете выбить те оптовые скидки у производителей. Вам не нужно заморачиваться с тем, как его ставить, куда-то апдейтить, платить за трафик и так далее. Следующая штука. Если ваш сервис вдруг стал успешным, а вы ваши мощности арендуете какого-то облачного провайдера, вы нажимаете кнопку и получаете еще тысячу серверов или еще сто тысяч серверов. Вот на сколько у вас хватит бюджета. Ну, одним из таких самых ярких примеров является Netflix, который целиком живет в Амазоне. И перед тем, как наступит какой-нибудь футбольный чемпионат, ну, в американском футболе или бейсбольный, они понимают, что нагрузка вырастет, количество трансляций вырастет или, например, выйдет какой-то новый фильм, про который предсказывают, что очень много людей будут смотреть или новый эпизод Игры Престолов или еще что-то. Они идут на Амазон и говорят, нам, пожалуйста, еще 10 тысяч машин вот на это время, на прайм-тайм в Америке, на эти часы. Как только нагрузка упала, они вернули машины назад и перестали за них платить. То большая нагрузка и она придет, например, через месяц, вы можете компанию закрывать, потому что за месяц вы железо не купите и не поставите туда, и не настроите. То есть все, все пропало. Если вы не умеете планировать вперед, там на квартал, на полгода хотя бы, то вы не сможете справиться с нагрузкой, которая к вам идет. С облачными сервисами вы просто арендуете, вы просто нажимаете на кнопку и получаете больше мощности. Ну, это вот часто называется эластичность или гибкость. На самом деле книжке уже пара лет, если там вначале был эпиграф Вильяма Гибсона, если почитать научных фантастов, то примерно понятно, ну, таких киберпанковых, куда это идет. Можно представить себе, например, биржи вычислительных мощностей, где можно делать ставку, за сколько вы готовы купить, например, петафлопс. Ну вот, чтобы что-то посчитать. И, например, какой-нибудь дата-центр типа Амазона наступила в Америке ночь, у него куча мощностей простаивает, потому что все умные стартапы, они тут же свои виртуальные машины лишние поудаляли, чтобы не платить за них ночью. У него куча мощностей простаивает. Он бы мог террористически участвовать в таких биржах и сказать, ну, я готов вам за вот эти деньги дать этот петафлопс. То есть приходите, считаете, мы у вас пишем вот эти деньги, вы решили свои задачи какие-то, может, вы там ядерные взрывы моделируете или еще что-то. Причем сделали это дешево. Или там белки какие-то обсчитываете, или там лекарства от рака ищите, или еще что-то. То есть ну, это начинает зарождаться на таких масштабных сервисах, я не знаю. То есть это позволило бы еще больше выжить из того железа, которое стоит где-то и построено, и снизить для вот этих компаний-провайдеров стоимость еще ниже. А для других людей открыть возможность, ну, открыть доступ дешевым вычислительным ресурсом. Ну, может быть в следующем курсе узнаем что-нибудь и добавим в этот слайд. Вот. То есть мы пришли к тому, что у нас есть мобильные приложения, супер критичные, у нас есть потребность в низких задержках и большой надежности. Собственно это и называется высоконагруженные системы. Именно этим мы будем заниматься. То есть к сожалению стоявшегося определения у них нет. Но из моего опыта и из того, что я читал обычно такие системы реактивные. То есть они не просто что-то считают, они получают запросы и отправляют ответы. Они должны делать это быстро. Быстро. и если в этих системах внутри что-то ломается, желательно, чтобы пользователь этого не заметил. Чтобы этот запрос автоматически перевыполнился на другом куске системы, либо в крайнем случае, чтобы пользователь мог его послать снова, он быстро определил, что произошла ошибка, послал его снова и все-таки получил ответ. То есть в итоге от первого запроса до ответа время должно быть очень маленьким. И ответ желательно получить с большой вероятностью. Ну обычно у таких систем нагрузки начинаются от 1000 запросов в секунду. А когда будете читать статьи и книжки называется это обычно request per second либо queries per second. То есть по-русски и то, и то это запрос. Ну в каких-то топовых state-of-the-art системах например высокочастотной торговли на бирже кто знает что это такое? Окей так один человек ну это такой класс систем ультрабыстрых в которых роботы подключаются к бирже и начинают торговать за человека. То есть как только там где-то меняется цена акции на какую-то долю цента у роботов роботы перемалывают весь поток котировок которые к ним приходят у них срабатывают правила они делают ставки на покупку или продажу каких-то ценных бумаг не обязательно акций и все это происходит за микросекунды ну машина в таких системах может обрабатывать миллионы запросов в секунду то есть она перемалывает котировки которые идут со скоростью гигабайтов в секунду и выдает решение о покупке или продаже каких-то ценных бумаг ну понятно что там ошибка в такой системе например у вас что-то внутри затупило и произошла сборка мусора система тупанула на 10 миллисекунд и она продолбала время когда нужно продавать продавать акции ну и ваш бюджет резко то есть она должна работать быстро без пауз без сбоев если вы там потеряете информацию о том что вы купили у вас вообще коллапс произойдет вы можете накупить чего-то еще снова если вы там сделаете неправильный запрос и скажете продать что-нибудь чего у вас нет потому что это вы продолбали это у вас ошибка такая вас могут там отключить например систему автоматически потому что посчитают что вы там пытаетесь что-то нарушить ну то есть в таких системах там вообще просто до предела все доводят ну и такие системы существуют то есть начинается 1000 запросов в секунду верхнего предела нет обычно времена ответов они начинаются от 300 миллисекунд то есть 99 персентиль значит 99% всех запросов выполняются быстрее чем до 300 миллисекунд и ниже то есть еще быстрее 3 девятки обычно меньше одной секунды то есть понятно что вы никогда ну то есть вы в принципе можете сделать это за бесконечные деньги обеспечить инвариант что все запросы у вас работают быстрее чем за одну секунду но у вас может приехать какой-нибудь тракторист переехать кабель ну и как вы не будете стучаться вы до например до вашей базы данных не достучитесь соответственно вы не можете вот этот конкретный запрос который вы обрабатываете в принципе обработать поэтому такие гарантии дать почти нереально и почти всегда речь идет в перцентилях ну потому что про средние есть известный анекдот про больницу и опять же в таких системах обычно они умеют использовать ресурсы то есть основной ресурс который упираются такие высоконагруженные системы они могут в рабочем режиме отвечая на реальные пользовательские запросы утилизировать то есть использовать на 50-70% то есть если это база данных то она диск утилизирует на 70% это ее рабочий режим ее не начинает колбасить она начинает крешиться это ее нормальный рабочий режим если это какие-то ресурсоемкие вычисления там процессор занят на 70% и он обеспечивает вот эти все характеристики ну эта система обеспечивает их то есть там тот же гугл хвастается что они там в своих дата-центрах среднюю утилизацию там довели до 70% это значит что у вас железка тупо не стоит не жрет электричество и работает и приносит деньги ну основные определения которые нам нужны по ходу этого курса всегда мы будем говорить сервер и это довольно устоявшаяся терминология это какая-то программа которая работает на каком-то железе вот эта программа является сервером не железка а программа которая на ней работает обычно она слушает какой-то порт или множество портов и наружу предоставляет какой-то интерфейс чтобы с ней можно было взаимодействовать сервис это система либо ваш продукт который состоит из нескольких серверов например из одного но сервер нескольких серверов это значит что там какой-то сервер который какую-то логику считает часто сервер какой-то который хранит данные и с ним общается сервер логики может быть еще что-то но об этом мы поговорим собственно машины это виртуалка либо конкретная железка на которой работает сервер и ваш сервис обслуживает кучу железок у них работают сервера вот три такие штуки ну доступность вот мы тут говорим нужна высокая доступность надежность ну признано это считается как доля времени за какой-то интервал календарного времени когда ваша система отвечала на запросы то есть мы берем например день берем все запросы которые к вашей системе задавали за этот день и смотрим на какую долю запросов система ответила какую долю запросов система продолбала так мы получаем доступность то есть она всегда меряется в девятках и ну здесь наверное больше девяток ну и обычно три девятки это какой-то минимум одна из самых известных систем и самых надежных это маршрутизатор написанный на Ирланге в 80-е годы у него доступность девять девяток там миллион строк кода то есть это Ericsson разрабатывал этот маршрутизатор в процессе работы можно апдейтить питание не надо выключать вы просто прямо новую логику добавляете там ходсвоп кода он заменяет старый код девять девяток означает что этот маршрутизатор в течение года был недоступен 31 миллисекунду в остальное время он работал ну примеры систем у которых особо особенно высокие требования к надежности это например Владимир Михайлович мог бы про это рассказать это системы VAX на которых например в Израиле на интеловских заводах работало производство процессоров вот если эта система остановится и конвейер остановится то же самое на самом деле в плавильных цехах то чтобы запустить завод вам нужно будет месяц примерно ну а все что вот в это время лежало там полурасплавленном виде либо недоделан нужно собрать и выкинуть потому что это невозможно использовать вот на заводах микропроцессоров та же петрушка поэтому там стояли железки ваксовые в которых ломается процессор а система продолжает работать потому что включается резервный в это время вынимаете процессор вставляете другое начинает работать там нужно проапдейтить вы на горячую можете ядро системы накатить без всяких перезапусков она продолжает работать потому что процессы производства нельзя останавливать там его остановка будет стоить миллиард долларов ну соответственно такие системы надежные они тоже ну понимаете они какую-то долю от этого миллиарда долларов стоили вот но это мы говорили про доступность масштабируемость про которую мы говорили в курсе баз данных весной немножко это способность системы расширяться с ростом нагрузки то есть у вас есть какой-то сервис он становится популярным нагрузка растет и вам в конце концов нужно как-то вычислительные мощности увеличить вот масштабируемость она характеризует насколько ваша система гибко насколько легко добавить вычислительных мощностей насколько это дешево быстро и эффективно но про это мы поговорим позже подробнее ну и цель нашего курса понятно подготовить вас разработчиков высоконагруженных систем для этого мы решим следующие задачи мы рассмотрим как такие системы строятся какие технологии при этом используются но будем сконцентрируемся на самом распространенном стаке технологий рассмотрим какие инструменты вам могут пригодиться в реальной жизни когда вы что-то подобное будете разрабатывать и посмотрим какие-то реальные практики из разных компаний что работает при построении высоконагруженных систем что нет какие трюки можно использовать и тому подобное что вас ждет в следующих лекциях на следующей лекции она будет называться типовая архитектура на самом деле там будет куча всего будет рассказывать эту лекцию Александр Христофоров ведущий разработчик платформы одноклассников он поговорит вообще про производительность и оптимизацию и что это такое и как это делать про масштабируемость которую мы сегодня упомянули рассмотрит виды различных распределенных систем и как обеспечивается отказоустойчивость в них рассмотрит такие популярные штуки как кэши и очереди почти все системы они их используют что это такое какие они бывают как из этого уметь выбирать что вам нужно поговорит и расскажет вам про и плюсы и минусы хайповые темы про микросервисы про толстые и тонкие клиенты ну собственно тонкий клиент это веб толстые это обычно приложение которое нужно установщикам установить на ваш компьютер например на Mac или на Windows ну и наконец расскажет на что обращать внимание при выборе технологии чтобы вы не велись на какие-то маркетинговые материалы что купите наш сторож и будет все зашибись какие вопросы вы должны сами себе задавать что нужно смотреть что нужно искать и проверять в первую очередь что нужно тестировать и пробовать следующую лекцию про эксплуатацию высоконагруженных систем прочитает Илья Щанников он руководитель эксплуатации одноклассников он видел все факапы которые происходят и происходили сам лично в них участвовал и чинил иногда наверное провоцировал но лучше сам про это расскажет он расскажет про то какие роли и процессы есть в рабочих высоконагруженных сервисах на которые идет реальная нагрузка как вообще деплоить новый код в продакшен как управлять конфигурацией серверов если у вас их больше одного какие вообще существуют инструменты администрирования и работы с железом особенно с большим парком железа может быть вот кого-то реально заинтересует эта тема и он для себя выберет дальнейшим путь развития в сторону администрирования как вообще выбирать железо потому что когда у вас много железок и выходит новая супер-пупер железка вы же как бы не можете выкинуть старые железки и закупить новых что в этот момент будет с сервисом и вы не можете их менять по одной потому что вы же хотите их как бы купить подешевле значит вам нужно купить их сразу много куда вы их засунете ну вот как вообще со всем этим жить как оценивать и предсказывать рост вашего сервиса и понимать когда пора закупать железо и сколько железа вам нужно и какое оно нужно потому что ну время идет и выходит со времен новое железо ну и наконец как разбираться с крупными инцидентами которые видны пользователям от каких-то внутренних штук до общения с внешними пользователями через пиар какой-то потому что мы говорим про критичные системы у людей там может лежать деловая переписка не знаю там фильмы которые они рендерят все что угодно и они могут по-разному реагировать на то что сервис вдруг стал недоступен дальше Дима Самсонов это наш админ и эксперт в сетях расскажет про сетевой стек повторяться то что в институте было повторять это мы не будем только свежим что такое TCP IP ну и рассмотрим разные нюансы с которыми приходится сталкиваться на практике он расскажет про веб то есть это HTTP веб сокеты всякие фишки в HTTP которые есть HTTP 2.0 я думаю будет очень интересно рассказывать про особенности мобильных клиентов сейчас мобильные приложения на волне а мобильные сети они совсем не такие как сети IP к которым вы привыкли дома либо к которым привыкли разработчики старых веб-сервисов и что нужно учитывать покажет всякие интересные штуки про тонкую настройку стека на линуксе поговорит какие оптимизации можно использовать чтобы повысить пропускную способность вашей сети уменьшить задержки уменьшить потери пакетов и так далее коснется важной темы версионирования потому что ваши сервисы которые вы запускаете они наружу предоставляют какие-то HTTP интерфейсы когда-нибудь то есть всегда верно что наступит момент когда вам захочется какую-то штуку поменять в вашем сервисе а в это время ваш сервис например открыт у миллиона клиентов в браузе и возникает вопрос что у них произойдет если вы не обратно совместимо что-то поменяете то есть кто-то печатал набирал почту или сообщение кто-то приоттачил фотки но еще не отправил при этом удалил их с телефона и вот он нажимает кнопку отправить а в этот момент вы в себя выкатили релиз в котором поменяли API доступа к вашему сервису вот что произойдет ну чтобы все было хорошо он рассказывает что нужно делать ну какие практики вообще есть в отрасли и наконец завершим мы все новыми протоколами которые продолжают развиваться и создаваться как это может показаться странным кому-то но реально это активная область исследования особенно с появлением мобильных клиентов есть несколько интересных новых протоколов которые уже деплоятся в продакшен и поддерживаются много тем дальше мы поговорим про балансировку нагрузки когда у вас железок много и пользователи пользуются вашим сервисом их огромное количество возникает задача как запросы пользователей распределить между железом более-менее равномерно и как скрыть от пользователей поломку каких-то железок ну все это будет называться балансировкой мы поговорим про DNS балансировку на уровне TCP IP на прикладном уровне какие атаки бывают на нагруженные сервисы про то что делать если ваш сервис стал успешным и так получилось что у него пользователи находятся в разных странах либо вообще раскиданы по всему земному шару а вы об этом заранее не подумали и для пользователей с другой стороны планеты ваш сервис как-то работает медленно вот что в этом случае делать про геобалансировку про сети распределения контента поближе к пользователю как в общем во сервис придвинуть как можно ближе к пользователю чтобы расстояние до пользователя было меньше потому что закон скорости света никто не отменял если поиск приходится ходить вокруг планеты понятно что latency будет ну есть минимальное ограничение снизу на задержку которую получит пользователь расскажет подробно про маршрутизацию трафика потому что когда у вас много железок вы не можете например отправить трафик через один линк даже супер-пупер линк который вы купите с дорогущей самый быстрый доступный на тот момент скорее всего все пакеты просто не пролезут и что делать в таких случаях и у Андрея большой опыт настройки HTTPS TLS шифрования и там много особенностей интересных которые нужно учитывать и про них он расскажет но сейчас появился общий тренд то есть когда-то веб-сервис они работали просто по HTTP и можно было в интернет-кафе прийти хакнуть вайфайную точку сидеть дампить трафик и собирать все пароли которые передают ну чем многие успешно занимались ну любой уважающий себя сервис он развернул инфраструктуру SL сертификатов и перешел на шифрованный трафик но проблемы с шифрованием есть куча проблем и задач которые вообще нифига не очевидны пока вы не начнете это сами настраивать начиная от того что у вас при большом количестве соединений HTTPS может выжрать все ядра процессора потому что это шифрование и оно требует вычислительных ресурсов и заканчивает тем что делать когда у вас 10 тысяч серверов у вас проток сертификата надо бы как-то его быстро разложить так чтобы никто ничего не заметил ну и по пути там еще очень много чего интересного дальше мы пойдем глубже мы поговорим про процессоры и память ну все современные процессоры многоядерные и внутри каждый процессор это очень сложная железка которая больше похожа на самом деле на кластер вот в академичном понимании и если вы хотите выжать из железа максимум вам нужно знать как оно устроено вам нужно знать какие трюки можно использовать чтобы заставить все компоненты этого процессора работать на максимальной мощности чтобы не было узких мест и ваши потоки не ждали а могли продолжать движение вперед мы поговорим про иерархию памяти то есть процессор это внутри куча кэшей дальше оперативная память дисковые кэши диски какие-то кэши внутри дисков например в ssd часто ставят чипы оперативной памяти которые кэшируют данные чтобы выжимать максимум опять же нужно знать как это все устроено косемся вопросов энергоэффективности потому что сейчас это на волне и какие штуки надо учитывать когда вам говорят что там процессор может разогнаться до какой-то адской частоты что на самом деле имеется в виду и чем вы заплатите если эту фичу оставите включенной например про то чего стоит доступ к данным в различной памяти и как это нужно учитывать при выборе алгоритмов ваших наконец про хранение данных на дисках про особенности шпинделей ssd и того что только выходит или скоро появится на рынке потому что появляются новые штуки с уникальными другими характеристиками то есть и всегда выбор какого-то хранилища это нахождение баланса то есть что-то большее но медленнее что-то быстрее но меньше что-то еще быстрее но специфичные нагрузки но еще меньше то есть здесь есть 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 из чего выбирать ну раз мы говорим про диски мы поговорим про рейды как если вам не хватает одного диска сделать виртуальный диск из которого можно получить больше но если дисков много то они как бы ломаются как сделать так чтобы никто не заметил того что диск сломался ну и наконец про эксплуатацию всего этого железа то есть эти люди у них там реально есть опыт они знают какие производители создать дисков говорят неправду на что нужно смотреть как можно проверить что у вас диск скоро умрет ну и подобные вещи дальше Андрей Пандин работал в Sun и Oracle сейчас работает в Одноклассниках расскажет про JVM я надеюсь что он коснется еще операционных систем но он точно расскажет про внутреннее устройство JVM то есть вам рассказывали про Java какие-то крупные блоки а он все это писал поэтому он расскажет вам про то как это используется эффективно если вы хотите выжить максимум точно будет разговор про управление памятью в Java какие оптимизации можно использовать нетривиальные как вообще отлаживать ваш код потому что скорее всего он будет параллельным потому что машины многоядерные и как понимать узкие места в вашем коде какие инструменты существуют и когда какие можно использовать не просто некий ноунейм профайлер когда какой профайлер работает и когда он делает вид что работает но показывает вам не то что происходит на самом деле дальше специалисты по мониторингу которые сидят в одноклассниках и наблюдают за графиками поведения систем реагируют на какие-то изменения в них и принимают решения вот их руководитель расскажет про то как вообще наблюдать за системами на которые идет нагрузка кто этим занимается что делают эти люди как определяют что у вас скоро возникнут проблемы с железом а не уже все сломалось как понимать что скоро возникнут проблемы с сервисами расскажет всякие примеры инцидентов из реальной жизни ну и попробует их классифицировать то есть начиная там от трактористов заканчивая какими-нибудь хитрыми программистами которые вот под видом какой-нибудь фикс прокатили какую-нибудь фичу в продакшен а потом это все взорвалось ну расскажет про то что происходит вообще с инцидентом от момента возникновения его до устранения и до принятия мер чтобы в будущем это не повторилось ну и наконец поговорить про интересную штуку которую практикуют многие компании в том числе одноклассники это учения всякие потому что вы проектируете вашу систему разрабатываете думаете про всякие вещи стараетесь делать максимально надежной но пока у вас не произойдет факап какой-то вы не поймете вообще ваши все инструменты работают их достаточно что они могут обеспечить поэтому многие компании они сами себе устраивают факап внутри то есть они берут и кто-нибудь приходит и как бы выдирает например выключает один зал сервера и смотрят на графики что произойдет но это такие управляемые учения если что-то будет совсем плохо то быстро эти машины ведут в строй но на учениях отрабатывается реально поведение людей всех кто причастны к этому как быстро они будут реагировать что они будут делать как заметит ли что-то пользователь ну подобного рода вещи ну и про то как вообще новые фичи катить в продакшн и как ставить на пользователях эксперимента наконец приближаясь к последнему этапу Олег Анастасиев расскажет про облака ну более подробно чем я почему вообще такая штука появилась почему ее делают и когда это вам нужно какие задачи и проблемы решают облака какие виды облаков бывают кто-нибудь знает одну из этих аббревиатур о круто отлично будет интересно ну я думаю Олег подробнее расскажет какие технологии можно использовать если вдруг вы хотите поднять свое облако а это возможно на самом деле про всякие проблемы с эксплуатацией собственных облаков про которые вы никогда не узнаете если вы просто являетесь пользователем например гугловского облака или амазона потому что ну от вас как от пользователя проблемы будут скрыты ну только если там не тотальный факап тогда вы увидите красивую страничку и возможно получите деньги на ваш счет потому что сервис не выполняет гарантии обещанные но если вы понимаете свои облака там много интересного ну и наконец расскажет про опыт одноклассников потому что у нас есть свое облако которое довольно прогрессивное и про него Олег там будет рассказывать на хайлоуде если кто-то там будет ну и наконец закончим мы все это примерами систем снова придет Саша Христофоров он рассказывает расскажет про хранилище в котором лежат десятки петабайт фотографий одноклассников там же лежит видео и там же лежат еще всякие другие важные штуки и данные оттуда почти никогда не удаляются точнее там рейт удалений есть но прирастают они с гораздо большей скоростью собственно вот эту систему он сам проектировал на ней реально работает почти все он расскажет про холодное хранилище куда перемещаются ну куда перемещаются блобы которому обращение происходит редко потому что холодное хранилище оно более эффективно использует диски ну потому что фотографии нельзя хранить на одной машине понимаете там ну какие-то компании так делают но когда пользователь что-то залил вам свою личную фотку или альбомчик там у себя устроил он считает что этот сервис будет хранить данные надежно чтобы вы ему не говорили даже потому что вот он уже залил вам фотку и вот он ее видит и если будет лютый бадхерт поэтому понятно что фотографии хранятся реплицированно но если у вас лежат десятки петабайт и вы их зареплицируете три раза это превратится в тридцатки петабайт ну это стоит больших денег в холодном хранилище эту проблему удалось решить при этом не ущерб надежности хранения ну александр будет рассказывать про это на не помню на хайлоде или на джокере и расскажет про это нам и я думаю что рассмотрят некоторые вопросы кэширования потому что в одноклассниках используются очень навороченные кэши которые можно направлять всякие хитрые запросы которые могут прилопатить данные что-то посчитать сегрегировать такой почти грит компьютинг ну мне кажется это тоже интересный пример реальной нагруженной системы ну параллельно с тем что в кэши идут все запросы пользователей которые приходят на одноклассники ну перейдем к списку источников в общем кто любит читать блоги буду вам подборочкой они почти все на английском кроме первого значит есть Алексей Шапилев он сейчас работает в Red Hat но работал в уроке и сам он знает про джаву все разрабатывает новые гавыч коллекторы у него классный блог очень весело и перто рассказывает про сложные вещи есть блог Мартина Томпсона это известный человек в высоконагруженных приложениях кто-нибудь знает это имя жаль вот блог у него классный и достойный про то как нужно понимать любить ваше железо чтобы из него выжать максимум ну например он разработал фреймворк Disruptor для того чтобы ультра быстро обрабатывать потоки приходящих данных есть блок GIL TINA это известный специалист он работает в АЗУ и разрабатывает альтернативную реализацию JVM которая известна тем что используется в высокочастотной торговле потому что она гарантирует ультрабыструю сборку мусора вот этот чел шарит сборки мусора просто глубочайше он кстати приезжал на джук и рассказывал про про то как это работает то есть это ну это реально известные во всем мире люди есть блок Ницанова карта он тоже работает в АЗУЛе и или сейчас он куда-то перешел но он специализируется на профилировании джава приложений там очень много интересного есть блок Брэндона Грэга он специализируется на профилировании всех приложений на линуксе то есть там вы можете узнать про то какие вообще есть тулы если у вас что быстро понять где у вас проблема а потом какие еще более специализированные тулы использовать чтобы эту проблему совсем точно диагностировать а потом как это все лечить наконец есть не помню как его зовут имена Колье это фамилия у него есть подборка называется morning paper то есть каждый день он публикует интересную статью ее маленький обзор из самых цитируемых известных статей в computer science если вот маленький обзор это нравится вы качаете статью и читаете каждый день чувак читает статью и кратко пишет вот насколько она интересная такого рода вещи если вы все не успеваете читать это нереально то можно этим пользоваться и наконец есть еще один известный человек он занимается тем что заставляет всякие известные распределенные базы данных сломаться и проверяет правда ли то что они пишут маркетинговых материалов то есть гарантии которые они обеспечивают транзакционность всякие подобные вещи ну и он подробно пишет где разработчики были неправы взаимодействуют с разработчиками и эти штуки справляют но если у вас возникла очень привлекательная идея использовать монгу или кассандру или еще что-то я вам очень рекомендую пойти туда и посмотрите какие проблемы с этим он нашел чтобы вы на эти на эти грабли не наталкивались либо знали как это как эти проблемы обойти ну это все на английском кроме первого и наконец есть блок high scalability там довольно много маркетинга и очень много материалов публикуется но в принципе можно найти много чего интересного можно там на rss фид подписаться и иногда смотреть ну из известной конференции ну это не конференция это java user group всем рекомендую кто хочет писать на java ходить туда там классные доклады есть от тех же организаторов конференция joker ну она русская вообще-то jpoint есть конференция highload по нашей теме из заграничных есть ну это целый набор конференции devox про разработку они проходят ну есть devox co.uk это в лондоне они проходят где-то ну и в других городах европы очень обычно очень интересные доклады и куча интересных людей которых можно встретить и узнать всякие штуки есть одна из самых известных конференций qcon который проходит в лондоне там часто анонсируются ну вообще самые новые штуки от самых известных компаний кугла фейсбука инстаграма то есть идете туда и если вам интересно как устроен какой-нибудь сервис который вам нравится скорее всего там есть доклад про устройство этого сервиса от там крутых чуваков которые это делали если вам интересно больше компьютер сайенс или штуки которые которых вообще еще нет в продакшене но над которыми работают есть конференция strange loop она в ст. луисе проходит где там сейчас беспорядки массовые она ежегодная и например там она анонсировалась язык скалы по-моему ну реализация сектора модел вак очень много крутых фреймворков которые потом набирали популярность то есть чуваки там реально прощупывают что можно делать с программированием с разработкой какие-то бешеные идеи испытывают и рассказывают про это вот ну а те кто интересует компьютер сайенс есть даже на википедии страничка там есть полный список конференций с описанием кратким значит статьи нужно читать у любой уважающей себя компании есть страничка пополняемая новыми статьями у гугла фейсбука есть подборки на гитхабе которая называется обычно whatever programmer should know about и дальше звездочки вот там много страниц про разные штуки ну и там реально вот отобраны от ревью ревьюированные ссылки то есть реально это стоит читать это круто написано и это цитирует кучу людей и это актуально ну есть еще одна такая подборка известная у них еще твиттер есть можно на нем подписаться и там классные статьи публикуют ну есть премии тюринга и доступны статьи людей которые получили эту премию ну в компьютер сайенсе и наконец есть у Сигплен это по-моему Сиемовская компания которая организует Сиемовские конференции есть просто страница со списками всех ну со списками статей которые получили премии на самых крутых конференциях в мире то есть это там ну их десяток наверное то есть это действительно достойно того чтобы это почитать потому что это там будущее ближайшее вот про курсовой проект значит что нас ждет каждый из вас напишет key value хранилище с простым API там создать удалить получить хранилище которое хранит данные на диске причем может хранить данных больше чем помещается на одну машину то есть оно распределенное кроме того оно еще хранит данные надежно даже если машин много и одна из них сломается все данные будут доступны круто кроме того поскольку у нас с однокружные вычисления хранилище будет ультра быстрым использовать мы будем восьмую джаву ну самый минимум у нас HTTP интерфейс будет поэтому можно взять HTTP сервер из самой JDK который входит в стандартную библиотеку кто знает что такое есть так окей ну я поражен есть такие люди вот она там скрывается в этом пакете хранить можно ну если вы совсем иначе не можете то начать можно с файлов можно использовать какую-нибудь готовую встраиваемую базу данных вы себе подключите в виде библиотеки и будете вот в ней хранить через нее на диске хранить данные можно использовать что-то ну OneNew это разработка одноклассников что-то ультра-быстрое и низкоуровневое взаимодействовать с хранилищем будем по-модному через HTTP REST чтобы можно было прямо браузером чики-пуки там либо курлом чтобы все удобно тестировать круто ну и вашему хранилищу передаются следующие параметры память у вас 1 гигабайт ну в джаве ограниченный вам скажут сетевой порт на котором нужно слушать HTTP запросы вам скажут где вы должны держать ваши данные на диске ну и место там не больше 32 гигабайт ну и в будущем вам еще передадут на каких других портах слушают инстансы вашего хранилища ну когда мы перейдем к распределенщине ну как это все будет устроено значит у нас есть организация на гитхабе она уже есть в ней есть проект он уже есть прямо сейчас то есть вы его форкаете потом вы реализуете свое хранилище там описаны тесты на ваше хранилище оплаживаете там прогоняете тесты прогоняете тесты ну вначале нифига работать не будет понятно постепенно все больше тестов работает радость наполняет душу вы тем временем появляются новые тесты вот в стриме вы их подтягиваете там всякие хитрые варианты тестируются и вот наконец у вас все работает все тесты проходят все круто и вы посылаете pull request значит вот прямо проект highload.kv там вам вы получаете кучу замечаний по коду вы смотрите исправляете еще замечания получаете исправляете много раз повторяется это все в итоге все pull request за проблем вы получаете баллы есть вопросы здесь пока мы дальше немножко еще будет и перерывчик а нет про организацию сейчас еще расскажу вот сейчас расскажу да значит у нас три этапа каждой длительностью почти ровно месяц значит на первом этапе вы реализуете простой степи API и хранение файлов ну как минимум хранение данных ну как минимум в файликах вот как можете то есть у вас поддерживаются три вида запроса get put delete по такому ключу вот три метода вот все что нужно сделать то есть в get получить данные с этим аишником по ключу с таким айди тут с телом положить а если есть то перезаписать а delete удалить там уже есть тесты вот месяц чтобы это сделать у нас кстати сегодня будет сюрприз на лекции на втором этапе вы реализуете как раз ну то есть первый это был режим с одной нодой то есть просто вот эта одна штука работает слушать на одном порту на втором этапе вы реализуете поддержку чтобы несколько инстансов вашего сервиса можно было запустить каждому инстансу скажут на каком порту слушают другие и чтобы вы могли реализовать простую схему когда у вас одна из нод получает данные она перенаправит запрос ноде который отвечает за эти данные и перенаправит как оттроксирует через себя если пользователь просит несколько реплик сохранить то вы отправите запрос нескольким репликам таким образом кластер из нескольких инстансов в каждом по 32 гигабайта может хранить данные больше чем позволяет один инстанс поэтому мы поговорим ближе ближе к концу первого этапа то здесь мы будем делать так чтобы пользователь решал сколько реплик он хочет потому что понятно что чем больше реплик тем позже он получит ответ потому что нужно собрать подтверждение от всех реплик и не всегда получится их собрать например если у вас три ноды и пользователь говорит я хочу три реплики чтобы ты записал данные этого ключа на три реплики одна лежит вы на две записали что пользователь говорит я как бы не смог или я записал частично или что вот про это все мы поговорим но проще всего сказать а пользователь сам решает что делать там также будут тесты на отказоустойчивость то есть эти тесты будут убивать ваши ноды проверять что они работают что оставшиеся живые работают корректно и что данные консистентны это очень интересный момент мы про него потом поговорим и наконец на третьем этапе заключительным то есть это будет ноябрь мы займемся тем что нагрузим ваш сторож попытаемся из него выжать максимум найти узкие места и соптимизировать то что сможем то есть вот эти два первых этапа они проверяются практически автоматом тестами третий этап более креативный вы будете у себя использовать разные тулы про которые вам расскажет Андрей Пангин и другие лекторы и попробуйте просто в своих форках что-то соптимизировать у кого что получится может быть кто-то вообще выкинет веб-сервере и заиспользует другой покажет что теперь может держать 10 раз больше нагрузку кто-то может быть там будет оптимизировать файловое хранение посмотрим что получится ну это больше индивидуальная работа значит баллы у нас делятся так 3 по 30 10 бонусных значит ну хочется обратить внимание что хорошая реализация 20 баллов что нельзя сделать два этапа и набрать необходимые минимумы нужно сделать 3 хорошо либо 2 очень круто 3 кое-как но можно добрать бонусными фичами может быть кому-то из вас это реально будет интересно и захочется в этом разобраться ну например сделать так чтобы в ваш сторож можно положить 100 миллионов ключей если вы храните данные в файлах ни черта у вас не выйдет потому что нельзя создать 100 миллионов файлов может быть кто-то захочет реализовать консистентное хеширование про которое я рассказывал в базах данных чтобы если у вас какая-то нода выпадает из кластера нагрузка равномерно распределилась на другие ноды они началась в одноклассниках это называется карусельная колбасность когда начинает ноды в следующие ложится нагрузка идет на следующие ноды и добивает весь кластер но Кассандр раньше отлично это демонстрировал кто-то может захотеть реализовать стриминг то есть показать что ваш сторож которому дали 1 гигабайт оперативной памяти можно отправить ключ у которого значение 1 гигабайт то есть значение этого ключа оно в память не влезет но вы можете реализовать запись так чтобы вы в памяти не держали целиком значение если кому-то будет интересно можно реализовать разрешение конфликтов в распределенной системе конфликты получить вот просто элементарно то есть купоза берет там пишет говорит я хочу на две ноды записал на две ноды потом одна упала он перезаписывает значение по этому же ключу на две оставшиеся та поднимается и теперь у нас по одному ключу на разных нодах разные значения когда пользователь попросит ему дать по этому ключу что мы ему отдадим то есть одна из нод она пропустила запись и на ней лежат устаревшие данные есть разные способы это резолвить за это можно получить дополнительные баллы классная фича есть протухание данных по ключам то есть вы что-то записали но хотите чтобы данные сами удалились и не занимали место через сутки например еще одна из фич ну это не нужно все делать это бонусное можно вообще это не делать а можно например один этап не делать а сделать одну из этих штук ну одна из крутейших фич например у вас есть сторож распределенные на кучу нод там лежит куча данных и вы хотите вдруг по этим данным прибежаться и что-то посчитать но у вас они лежат на дисках если вы будете вытягивать это по сети вам придется все это прокачать через ваш бедный сетевой интерфейс а было бы круто на все ноды отправить например джиоскриптовый файлик и чтобы этот файл применился к каждому значению на каждой ноде и что-то посчитал ну например преобразовало значение в другое значение и положил на диск например вы решили поменять формат ваших значений ну и структуру внутреннюю и вам нужно все сконвертировать вот такую фичу реализовать в jvm 8 есть интерпретарь джаваскрипта можно попробовать это сделать ну либо предложить что-то интересное свое да нет здесь не написано плюс 10 бонусных ну да я понял не вы говорите посмотрите хорошая реализация 20 заэтап еще 10 заэтап надо набрать сколько надо можно сделать 10 заэтап ну смотрите у вас есть сколько там минимума у нас проходной 65 надо набрать да 70 что про максимум так здесь максимум можно 146 набрать смотрите у вас здесь 100 можно набрать за эти штуки можно набрать еще мы подумаем просто вот каждую из этих вещей например разрешение конфликтов можно реализовать с разными способами и с разными гарантиями вот если вспомните про базы данных можно использовать просто например время вставки каждой записи и тогда побеждает более свежая запись можно реально детектить конфликты хранить векторные часы передавать их туда-сюда на клиента обратно и тогда вы ну вы больше гарантии даете но это более сложная реализация она достойна большего числа баллов я думаю ближе к делу мы разметим сколько это стоит вот значит вопрос у нас в блоге можно задать как обычно значит там контакты мои есть вот предлагаю вам сегодня прям начинать писать спасибо за внимание но это не все у нас перерыв 8 минут в 20-10 продолжаем значит если пойти на сайт проекта здесь редми есть и все написано нам предлагают его форкнуть давайте форкнем а уже кто-то форкнул смотрите молодцом форкаем форкаем что нам предлагают ну нам предлагают наш репозиторий склонировать к себе давайте сделаем так так норм задние ряды видно хоть что окей клонируем ну что все работает проверим склонировали ну поскольку вы будете подтягивать себе новые тесты из апстрима вообще здесь вот ссылочки видите раскиданы на руководство гитхабовское как вообще там подтягивать апстрим и все такое предлагается вам добавить апстрим ну и можно из него подтягивать изменения то есть вы в ваш форк подтягиваете изменения из апстрима но когда вам что-то приедет там вообще-то надо в мерчевать то есть вы будете делать гит мерч апстрим мастер вот но пока ничего нет ну что дальше можно прогнать тесты давайте прогоним собирается все гряду вы можете его себе поставить он есть под все платформы а если он у вас не стоит вы можете запустить гряду в который лежит бинар прямо в корне проекта но тесты у нас смотрите 6 тестов прошло даже опять зафейлились давайте разбираться кстати вот так вы можете запустить сервер со своей реализации запускайте гряду рам но он не запустился потому что вам говорят заимплементируй меня так поехали дальше ну я всем предлагаю ставить идею вот вопрос да вот этот проект который да это ну вот программа курсов Москвы уже готовы правильно или вы писали я писал взять смотреть некуда вообще ну что давайте его заимпортируем вот он у нас лежит в тмп ну идея комьюнити дишина бесплатная градл поддерживает мы говорим давайте автоимпорт можно все по дефолту я сейчас шрифт увеличу не волнуйтесь значит сейчас мы поднимем фонд презентейшн молот у нас есть давайте в нем хоба не так ничего не понятно давайте тогда ну короче код я увеличу шрифт давайте посмотрим собирается у нас грядлом но не просто грядлом блин где эти шрифты а вот давайте 24 норм вот собирается у нас котлин dsl плагиновым грядлом чтобы писать на компилированном языке ну собственно что у нас в buildgradle написано buildgradle ктс что у нас java приложение берем артефакты из центрального репозитория мавина у нас есть зависимость от аннотации jetbrains тестовая зависимость от gunit и также тестовая зависимость от http клиента запускается приложение с одним гигом такой-то мейн класс ну в setting the riddle только название приложения ну давайте попробуем тесты запустить если мы добавим gunit тесты конфигурацию ну и запустим их из идеи это просто важный момент вы все на него напоритесь я вам хочу сразу показать что будет не так ну давайте запустим тесты на sdk ну давайте sdk выберем у нас одна sdk восьмая java все круто выпускаем тесты вот они все попадали уже честно везде npe и вам говорят hip is too big это как раз проверка изнутри сервера на то что по дефолту здесь 16 гигов оперативы поэтому java выделили примерно дофига это намек на то что вам нужно явно если вы запускаете извне ваш проект указать ограничение на hip java вот если сейчас запустить тесты то тоже npe но уже вас просят заимплементировать а что заимплементировать kv service factory есть статический метод create которому дают порт и путь к каталогу где вы должны хранить данные и вы должны вернуть экземпляр сервиса kv storage kv storage это интерфейс у него есть два метода старт и стоп а сверху написано что на самом деле он должен делать при старте и стопе то есть при старте он должен поднять HTTP сервер который будет слушать на порту некому и отвечать на те запросы которые я описывал на слайдах то есть get put delete по v0 entity id ну и еще один запрос статус на который вы говорите либо сервер ваш онлайн либо не онлайн либо не отвечаете вот вот нужно такую штуку заимплементить и в kv service factory то есть вам нужно написать реализацию этого интерфейса а в kv service factory возвращать в конце вот здесь реализация объект реализующий этот интерфейс ну вот всякие проверки вот та аннотация not null которую мы импортировали из артефакта jetbrains то есть мы говорим что kv service factory здесь не null там данные не null но я думаю вам про это в курсе java рассказывали рассказывали про аннотации nullable и not null поднимите руку кто знает что это такое отлично не все конечно но вот ну и нас тут есть пачка тестов в общем-то они здесь и не работают видите ну собственно класс configuration падает потому что вы экземпляр не возвращаете ну то есть я не возвращаю вот я такой студент и такой так все поехали поехали значит kv service надо заимплементить окей сделаем package назовем его моим именем значит ну что такое сервис что такое сервис ну давайте сделаем в моем package мой сервис и он будет реализовывать kv сервис ну надо реализовать минимум методов старт и стоп ну и надо реализовать интерфейс степишный я упоминал что в стандартную поставку jdk входит степи сервер давайте на него посмотрим это самое тупое что можно придумать com.sun.net и степи сервер но тут нет java.doc найдем его в гугле можно вопрос да а потому что это в rt.jar лежит исходники для пакетов com.sun они не поставляются в сервис потому что это не нет java а это как раз малоизвестный классный степи сервер который есть в java но на сайте оракла все описано что это такая штука тут вы указываете какие пути какие обработчики обрабатывают можно посмотреть что вы регистрируете контекст вы указываете по какому пути тут вообще фигово создаете контекст и говорите по какому пути какой обработчик дергать у вашего сервера а что такое http handler это такая фигня у нее есть один метод handle и вам передают http exchange что это такое а вот тут вам рассказывают что это такое что это штука которая внутри себя содержит все данные связанные с запросом и ответом на него вы можете узнать какой достать всякие параметры запроса послать ответ если у вас есть бади послать бади ответа вот очень рекомендую почитать про то как их уничтожать эти exchange потому что если вы что-то сделаете не так но вам нужно будет подебарить чтобы понять как это работает в принципе ничего плохого в этом нет но можно сократить путь давайте попробуем эту штуку заюзать нам говорят что просто можно создать http сервер какие у него параметры есть где конструктор ну давайте его просто создадим значит вот у меня есть моя реализация сервиса ну мне передают извне порт давайте его примем давайте создадим сервер создадим конструктор нам будет передавать порт на котором будем слушать отлично мы создадим сервер на этом порту как его создать наверное здесь метод закрытый да нужно создавать через rctp сервер create и передавать inet socket адрес окей давайте давайте задаем inet socket адрес какие конструкторы у него есть можно например слушать на всех интерфейсах на нужном порту то что надо если что-то быстро или непонятно вы спрашиваете наша задача сейчас запустите ctp сервис ну порт но ctp сервер принимает еще один параметр в крейте вот собственно из-за отсутствия исходников мы видим что это какой-то int интересно что это за int здесь придется ну как вы думаете что это что да наверное можно как-то нового исходники jdk может забрать они лежат здесь но открываться долго на самом деле можно смотреть живой долг здесь есть такой параметр backlog кто знает что такое backlog для tcp сервера вас ждет очень много интересного давайте здесь оставим нолик будет вот как по дефолту вот у нас конечно все создания всяких таких штук они ну вот мы типа создали какой-то сервер давайте его стартанем у него даже есть метод старт наверное когда нас просят стартануть мы сервер должны стартануть то есть реализовали ну наверное стопом делать но как вы понимаете это степи сервер он как бы только слушает на нужном порту ничего не делает а собственно чтобы он что-то делал нам нужно навесить на него обработчиков на различные пути как мы видим нам нужно реализовать обработку двух путей вот так получилось в 0 статус и в 0 entity какой-то давайте в 0 статус реализуем пока то есть когда мы создали сервер немножко грязного хака создадим контекст скажем что когда вызывает метод в 0 статус дерни степи хендлер ну когда у нас вызывает статус мы должны вернуть какой-то 200 ок или онлайн ну так давайте вернем ттп ттп send response что send response headers да опять какой-то интелон ну хорошо давайте посмотрим что это такое htp хендлер htp exchange send response headers а ну это код возврата htp и длина ответа и как нам здесь говорят вот методы нужно вызвать send response headers до того как вы будете вы получите response body и вы будете в него писать ответ потому что сервер должен знать сколько вы собираетесь записать чтобы он знал кончили вы писать или нет на самом деле еще для многих других причин если вам интересно посмотрите код окей ну мы будем отправлять код онлайн response у меня всегда онлайн send response headers 200 ну надо отправить длину давайте отправим сам response get что response body response body write byte и наш отправим get bytes ну и что важно надо закрыть exchange вот что-то мы типа статус начинаем обрабатывать кстати подсказывают что что-то многословно у нас же лямбда есть ну и еще давайте компактнее htp вот давайте попробуем нашей фабрики возвращать наш сервис мы заимплементировали что мой сервис порт ну давайте что у нас тестами 5 зафейлено остальные все попадали да где отлично спасибо мы действительно сервис должны столкать и мы получили так что что-то он хочет стоп что же он хочет опять непонятно степи сервер у него метод стоп а дилей то есть он не сразу он дает время тем запросам которые начали обрабатываться дает им время закончить обработку чтобы вы не обрывали запросы которые уже в полете к вам клиенты присоединились это тоже довольно важный паттерн про который многие забывают если вы например останавливаете сервис то вы хотите не просто порвать все соединения чтобы клиент получил сетевые ошибки а вы хотите перестать принимать новые соединения обычно старые обрабатывать чтобы это было прозрачно для клиента ну с текущим набором тестов нам в принципе пофиг не будем ждать хоба смотрите-ка у нас один блок тестов уже прошел то есть наш сервис умеет создаваться запускаться и останавливаться и для этого достаточно написать вот столько кода ну осталось реализовать сложную часть то есть у нас есть методы get put и delete которые должны принимать данные сохранять их и возвращать данные но сервисы такие обычно то есть у нас есть API у нашего сервиса HTTP у нас есть какое-то внутреннее хранилище и хотелось бы не устраивать макароны из HTTP и файлов а как-то разнести эти концепции ну для этого есть устоявшаяся терминология сервисы и DAO то есть date access object давайте попробуем так сделать давайте абстрагируемся от того как мы реально храним данные давайте сделаем myDAO ну что мы можем сделать с данными можем их получить по ключу но мы не хотим возвращать новые ключи вместо этого мы хотим кидать no such element exception и понятно что при валидации ключей нам могут пихать какую-то фигню давайте мы еще явно скажем что мы можем возвращать legal argument exception а еще мы же вводом выводом занимаемся наверное его exception то есть мы сейчас описываем интерфейс любой реализации хранения данных который нужен только нам он тестом не нужен мы хотим просто свой сторож писать модульно сейчас мы напишем самую простую реализацию а потом мы можем здесь написать что-то более навороченное ну еще у нас есть метод delete удалить удалить по ключу который а но сач элемент exception давайте посмотрим здесь все описано delete по этому пути удаляет данные по id и всегда возвращает 202 http code accepted то есть от вас не требуется в делите проверять есть такие данные или нет вы всегда отвечаете одинаково сказано сделано но сач элемент не будем возвращать ну кидать ну и наконец есть метод put что делает метод put давайте посмотрим метод put по id принимает данные в виде тела запроса и создает либо перезаписывает их возвращает всегда 201 то есть 201 код означает created ok то есть мы делаем метод absurd увы мы нигде не хотим принимать вообще никаком видео но понятно что нам могут всякую фигню перепихать и могут быть какие-то ошибки ввода вывода вот какой-то такой интерфейс хочется заимплементить давайте его пока не будем имплементить ну лучше сейчас назад к сервису переключимся давайте сделаем так наш сервис то есть у нас есть сервер и мы принимаем DAO myDAO DAO добавим параметры конструктора добавили но мы не хотим налов все final никаких налов тут если кто-то будет наш код трогать вот DAO сохранили то есть это DAO мы теперь напоминаю нам предоставляет нам три метода можем использовать эти методы при обработке HTTP запросов окей давайте добавим тогда хендлер который будет обрабатывать собственно нашу бизнес логику вот эти пути но хендлер он вешается на путь а в HTTP урле у вас есть путь а после вопросика начинается query запрос поэтому мы вешаемся на V0 entity нам могут присылать запросы с тремя методами в зависимости от метода мы определяем какую операцию хотят сделать то есть HTTP метод get put либо delete окей проверим HTTP метод что нам делать нужно при дети но это нам не надо все нам бы нужно здесь из части query которая вот дальше идет вот здесь надо бы извлечь этот айдишник который хотят достать так применим грязный хак давайте его извлечем то есть нам нужно из query его достать так ну что это значит у нас вообще-то query должен начинаться на ID равно так то есть это самая простая реализация тут можно смеяться если у нас запрос не начинается на ID равно это значит там какая-то фигня который мы не поддерживаем вот конкретно в нашей спеке поэтому можно кинуть illegal argument exception так дальше нам нужно понять с какого момента начинается на самом деле мы можем просто вернуть что-то есть метод стрип нету метод стрип тогда мы делаем query substring что тут мы имеем а begin index мы знаем что у нас начинается query с ID равно поэтому давайте в так тупо достанем значение ладно ну это какой-то вообще говнокод да давайте сделаем нормально ок так то есть у нас появился какой-то приватный статический метод с помощью которого что тут так мы можем извлекать значение с query окей это то что нам надо но у нас ID есть у любого метода поэтому мы извлекаем его безотносительно бит реквест реквест uri а из него да мы можем достать query ну мы достали IDшник из нашего запроса если он там есть а и при когда у нас метод get это значит что мы из DAO должны получить значение по этому ID теперь его нужно как-то вернуть нашему клиенту что get нам возвращает value это байты мы уже знаем что с ними делать мы их получили мы получаем мы отправляем response если значение найдено то мы его получим если оно не найдено то кинет exception поэтому здесь мы всегда можем 200 возвращать и длину response потом мы получаем get response body запихиваем туда value так что у нас write возвращает все нормально ну и во всех случаях частая ошибка мы делаем break и во всех случаях мы должны их чем закрыть в конце то есть у нас что там 6 тестов фейлил давайте попробуем запустить по дефолту мы сейчас обрабатываем запросы на V0 статус возвращаем всегда онлайн на любые другие запросы давайте попробуем давайте сейчас проверим ну нам нужно тут передать какую-то DAO давайте какой-то реализуем например ну пока заглушку my file DAO то есть это реализация моего DAO my DAO ну тут какие-то надо методы реализовать все ну у нас все он саппорт и когда мы конструируем сервис factory наш сервис он ожидает принять DAO помните ему неважно ему хоть какая-то реализация нужна ну давайте ее создадим my file DAO но на самом деле не один метод там все методы кидает исключение то есть собственно вопрос был что возвращает наш сервис чтобы это проверить можем вызвать gradle run наш сервис запущен фиг знает на каком он порту потому что я забыл логирование добавить поэтому посмотрим в сервер а ну порт восит восит значит если мы пойдем хост восит восит например в 0 статус наш сервер прямо сейчас http response прислал представляете огонь вообще давайте на какой-нибудь другой путь пойдем на статус 2 тоже онлайн а если вот не на статус пойти там абра а not found то есть если http сервер не нашел обработчик у которого префикс совпадает помните мы ну что вы помните смотрим как это работает мы регистрируем обработчики на разные пути мы регистрируем для в 0 статус штуку которая всегда возвращает онлайн когда мы обратились по пути статус 2 все равно префикс смачивался он вызвал тот же обработчик а когда мы обратились по несуществующему пути нам сервер вернул 404 он не нашел обработчик для этого пути если сервис опустить там никто не отвечает ну пока он работает мы получаем http ошибки можно например сделать так ну это же http ok у нас есть приконнектились прямо http соединения мы делаем get v0 статус http 1.1 хоба и ответ получили смотрите своими ручищами я прямо ввел если теперь и квест в целом этим и получил респонд и вы можете то же самое сделать а тут нифига не видно опять вот то есть мы приконнектились вы можете приконнектиться так приконнектиться и послать кривой запрос кривой запрос ну вот он вернулись теперь спонс причем это ответил сам сервер ну если исходники посмотрите найдете этот код но нас интересует в 0 entity то есть теоретически мы научились получать сущности из ниоткуда но мы не реализовали метод get в нашем дау то есть мы сейчас в кв сервис факторе передаем my файл дау который ничего не делает давайте сделаем так что он что-то делал хотя бы get и делал окей заведем но запомнить вообще куда мы файлы складировали будем правильно так никаких но как мы будем получать файлы так как бы нам получить файл как какой самый эффективный способ зачитать файл массив байт давайте на джаве писали все вот у нас есть файл какой-то давайте мы даже да мы хотим вот нам нужно на get по ключу вернуть массив байт давайте путь к файлу составим то есть у нас будет файл мы создадим new файл то есть наша схема тупая мы храним ключ это имя файла содержимое это значение что еще тупее можно сделать вот так теперь нам нужно этот файл вычитать массив байт что как сейчас но стандартной джаве ничего нет ладно давайте давайте не будем так выделим массив байт в какой длины и размеров файл наверно так тут нам могут бросить что ну да да мы не поддерживаем пока файлы больше двух гигов ну давайте три импут стрим файл импут стрим будем зачитывать грустно файл ну давайте прочитаем с данным наш массив было интересно на самом деле вид возвращает какое-то значение что за значение что да правильно ну хорошо бы обработать вообще когда вам прочитали не столько байт мы не смогли сразу запомнить весь массив да просто все становится гораздо веселее ну вот если не смогли давайте кинем какое-то исключение вот но если мы прочитали давайте вернем наше значение ну кажется с божьей помощью мы метод get заимплеметили давайте тесты вызовем ой что-то тут нам надо dear а что тут называется а дата у нас хорошо так смотрите так что файл с тестом а все равно ничего не работает почему не работает так что нету файлов да ну хорошо правильно давайте тогда просто можно идти по-разному снизу вверх сверху вниз давайте доимплементим дал раз мы верим в то что сервак у нас правильно работает что у нас осталось абсерта delete ну понятно что по образу и подобию все довольно просто delete это нам нужно файл удалить final везде ну что мы этот дурацкий код будем копировать так эстетик get файл вот это вот мы вернем нам везде нужно будет по ключу получать ими файлы нашего да что а get файл get файл так ну когда мы удаляем файл нам нужно сделать get файл по ключу и сделать всему delete ну в общем все ну и наконец метод записать в файл final больше ну тут все просто output stream new file output stream get file key да ну интересно файл output stream будет перезаписывать файлы если они есть кто знает какие идеи есть будет или нет так правильно то есть он видите передает дефолтная конструкция передает флажок append false значит ну видимо перезапишет можно даже проверить но потом так мы файл output stream создали ну запишем наше значение да в общем и все то есть вот у нас есть реализация DAO которая умеет сохранять ну работает со значениями ключей так ну тут подсказывают что вообще может файлы не удалиться но это все равно потому что мы всегда 202 возвращаем ну мы можем так чтобы все было чистенько так что еще не нравится а а да так ну да у нас готово нам нужно дописать и обработку в степи потому что мы сейчас понимаем только гер ну ну кажется что делит не сложнее никакого тела а ну мы делаем что просто делаем DAO делит баде никакого нет когда мы выполняем делит то мы возвращаем accepted тела никакого нет так запускаем что оба на один тест прошел из сингл новый тест который называется делит делит absent ну уже круто остался остался самый навороченный метод когда вызывают http метод put нам нужно во-первых достать тело из запроса как это сделать get request buddy но мы проблема в том что мы не знаем какой он длины и нам не выделить нужного размера массив заранее что будем делать видите нам возвращает input stream а наши DAO вот метод absurd ну сейчас метод absurd принимает ключ который у нас есть и массив который нужно вставить по байтам да или как да можно так ну кажется на самом деле ведь передается контент-лент в заголовке и у нас есть заголовки поэтому мы можем значение этой заголовкой достать у нас есть get request 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 headers у них можно сделать get first content length и это можно сконвертить в int и вот у нас есть длина на тело запросе ну давайте мы алоцируем сами значения и давайте мы возьмем request body и прочитаем наше значение тут мы уже определили так где мы определим в java ну на самом деле наверное в принципе это позволяет еще переиспользовать эти переменные если они не файл и возможно на каких-то тупых устройствах без jita то есть когда-то было j2me это имело смысл ну где-то реально оптимайзили байт код ну мы читаем но как мы помним с ридом та же проблема давайте тоже на всякий случай проверим то вдруг за один раз не прочитаем то есть мы хотим за один раз прочитать длину put value ok ну все данные есть мы можем их вставить но когда мы вставили мы посылаем просто 201 судя по спейке нашей здесь нам на get value ну что плохо в этом свече да другом говорит еще и фигню пришлют давайте скажем send response headers метод not allowed был такой код мы же не хотим мы хотим правильные коды использовать 405 а это интересно проверить здесь мы клоус не делаем да я думаю это нужно проверить но давайте разберемся с этим тут мы написали какие-то обработчики у нас есть дал так и что нам говорят в смысле а мы что используем а есть дал ну да на самом деле нам можно его не хранить мы же в нашем конструкторе как бравые ребята создаем обработчики так ну что ну давайте посмотрим что получается так ну чего то больше прошло но не все то у нас не работает длит пришло время посмотреть что делает длит в тесте после удаления мы проверяем что по этому ключу нам вернут 404 а нам не возвращает 404 как вы думаете в чем проблема ну потому что по спеке в сервисе когда мы делаем get entity id что мы должны возвращать 200 и данные если они есть либо 404 если данных нет ну как вы помните в нашем сервисе в нашем доблестном обработчике я здесь 404 нигде не вижу а что происходит реально мы дергаем метод get дал и при отсутствии файла нам посмотрим реализацию тут видимо произойдет ну произойдет исключение когда мы input string создаем ну давайте и мы же обещали новый сочи элемент exception кидать а так длит все равно не работает ну правильно у нас обработчик кидает но сочи элемент exception который перехватывается и завершается тем что ну давайте проверим кстати давайте допустим наш сервак кстати еще работает посмотрим что нам по http возвращает когда мы обращаемся к файлу которого нет так у нас есть что не билдится так build failed адрес already knew что так запустились давайте в чем был вопрос давайте дернем метод скажем id тест что нам вернули а ну неправильно да entity а ничего не вернули то есть когда у нас в обработчике произошло исключение соединение просто порвали да ну там просто в обработчике произошло исключение мы даже можем это проверить мы делаем get по нашему пути ну просто посмотрим что там прислали в итоге да просто исключение привело к тому что соединение закрыто но мы то хотим не так мы по спеке должны вернуть стп код возврата ну значит нам нужно здесь поймать но но сач элемент exception и он должен превратиться в соответствующий степишный код ну не хочется писать кучу trycatch и в каждом случае просто но сач элемент помните кидается не в одном вызове ну чего помнить посмотрим а ну но сачьими только на get могут кинуть но и legal argument везде и exception везде было бы круто написать какой-то один обработчик ошибок ну давайте напишем его правит static класс error handler implement http handler ну что он будет делать это будет по сути в репер вокруг хендлера который просит хендлера обработать запрос но если при обработке предошли ошибки то он конвертит эти ошибки в http ошибки то есть мы создадим делегата нам нужно заимплементить метод хендл мы скажем делегата давай-ка ты сам хендли этот эксченж но только мы его обернем в набор 3 кейчи например но учат элемент exception мы будем конвертировать в 404 404 404 да да мы сейчас получается вот хендер который написали да а у него там нет такого опции как просто прицепить хендлер ну или сервер хендер на ошибки еще один играть в отдел а есть такие обычно да но не у этого сервера может быть я ошибаюсь но по-моему у этого такой штуки нет потому что вы ну http-хендлер что это такое когда взаёте контекст вы задаёте путь и хендлер у хендлера есть только один метод хендл здесь нет никакого чейнинга ничего такого полноценных веб-серверов ну более навороченных обычно это есть но смотрите поскольку мы хотим обрабатывать ошибки только здесь мы и у нас по сути один хендлер делает всю бизнес логику мы можем просто его обернуть то есть он будет перехватывать все эксепшены возникающие при обработке эксченжа и конвертировать ну те что понял вы считаете ошибки ну если посмотреть что у нас прошло оба на один я тут только не проходит ну здесь все просто если посмотреть его код нам объясняют что когда мы пытаемся получить значение по пустому ключу на самом деле получить удалить либо заапсортить нам должны вернуть бед реквест ну у нас даже такой проверки на самом деле файл дау нет давайте добавим например мы во всех случаях получаем ну вызываем метод get файл давайте мы тут и проверим на то что у нас ключ пустой вообще с другой стороны это не не задача дау проверять можно отсекать все ошибочные ну вот эту ошибочную ситуацию на более высоком уровне поэтому давайте это сделаем сервисе то здесь когда мы достаем айдишник из квири мы можем его и проверить на корректность ld 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 ldd 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 ld 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 у ld 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 Ну, то есть, это остается коммитить и послать pull request. То есть, это минимальное, просто, ну, самое тупое, что можно сделать, и простое, из готовых штук. Понятно, что вы можете писать, например, другие реализации интерфейса MyDAO, более навороченные, которые хранят данные в одном большом файле, либо в баске данных маленьких. Да. Можно пользоваться, да, вот данный фейс? Да. Здесь можете, да. Но, поскольку мы будем нагрузочно тестировать, наверное, использовать базу данных, с которой вы общаетесь по сети, не очень эффективно. Слышите по сети? Ну, там какой-нибудь MySQL или еще что-то. Но, если использовать встраиваемую базу данных, которая как библиотека подключается и живет в процессе, ну, может иметь смысл. Ну, а вот сейчас у нас реально, смотрите, можно сделать, давайте даже вот веселее. Вот там тесты были, это, конечно, здорово, что они прошли, но это же ваш супер-мега KeyBallet Storage. Поэтому круто было бы, ну, он отвечает по HTTP. Так, давайте попробуем с ним поработать по HTTP. У нас есть замечательный метод Curl, утилита Curl. Ну, давайте, например, v0 entity id равно test. Давайте вербовус. Нам говорят not found, да? Ну, Curl умеет выполнять пост-запрос. Вы можете сказать, ну, даже так. А, метод not allowed, что? А, потому что мы послали пост. А, мы послали пост. Давайте. Put created. То есть, если мы теперь сделаем get, мы получили hello. Представляете, отдельные запросы. Вот наш сторож работает. Можно пойти и, например, здесь сказать так. Вот прямо сторож, который по HTTP сохраняет данные в виде файликов. Если бы мы еще, ну, давайте сделаем. Давайте, когда мы запускаем команду run, ну, просто объяснить, как это работает. Видите, мы здесь написали, что main class name, ru mail, polis server. Что делает сервер? Сервер создает временный каталог для вашего сторожа. Через фабрику сервиса получает вашу реализацию, передавая туда порт и каталог. И запускает ваш сервис. И после этого висит бесконечно и ждет Ctrl-C. Давайте мы вот этот файлик, который мы создали, мы его напечатаем. Посмотрим, как эти данные реально хранятся. Запустили. Только нам ничего... А, ну, кстати, нам вывели путь. На маке временный каталог выглядит классно. А, ну, что там внутри? Ну, там пусто. Но если сделаем путь, посмотрим. Вот там файлик наш есть. Если у него посмотреть, там hello написано. Ну, то есть мы сделали... Выполнили степи-пут запрос. На сторож сохранил данные по... Создав файл с именем ключа. В значение положил файл. По-моему, это офигенно вообще. То есть вы уже можете делать какую-то файловую шару. У вас лс, а правда нет, ну. Вот. Вот примерно такое от каждого хочется увидеть. Да. Это было задание на месяц? Да. Но если вы хотите какие-то бонусные штуки, я предлагаю посмотреть на... Например, 1.neo. Он содержит очень много чего, но здесь есть package HTTP. В котором есть сервер и клиент. Но вас интересует сервер. Ну, а чтобы понять, как этот сервер работает, чтобы понять, что это действительно просто, проще всего обычно посмотреть на тест. Вот это сервер на 1.neo. Причем это ультра-быстрый сервер. Какой-то? Это очень быстрый сервер. Вот можете попробовать использовать что-то такое более навороченное. Но там вас ждет несколько сюрпризов. Если вам удастся это сделать, вы получите бонусные баллы. Либо попробуйте реализовать всю одну из фич, если у вас есть стилы сейчас. Например, поддержать загрузку файлов больше гигабайта. Загрузку значений ключей больше гигабайта. Или возможность загрузки 100 миллионов ключей. 32 гигабайта теоретически позволяют 100 миллионов ключей туда положить. Но вот сейчас на файловой системе ничего не получится, конечно. Но можете попробовать. Чтобы получить 20 баллов, этого достаточно. 1.neo и 1.neo как-то связано? Или это просто название такое? 1.neo — это аббревиатура одноклассников. То есть это когда-то было... Что такое было? Работает? Нет, уже не работает. Но многие проекты одноклассников, они имеют префикс one. А neo — это... А здесь, наверное, написано, что это. Здесь же документация есть. Ну, здесь не расшифровывается. Ну, предполагаю, что это native.io, по-моему. Но к джавовскому neo это не имеет отношения. То есть это набор, на самом деле... Ну, я вообще рекомендую посмотреть на эту библиотеку. Здесь очень много чего интересного есть. И низкоуровневая работа с файлами, с памятью, с ансейфом, структурой синхронизации, там, операционная система, ну, сеть, там, куча всего. Сириализация. Ну, а сейчас нас интересует HTTP. В принципе, вы можете захотеть реализовать файловый сторож, например, используя возможности one.new. И вы это сможете сделать. Вот. Еще вопросы? Ну, отлично. Спасибо большое. Если что, пишите через полис или на почту. Спасибо.